Лжефермера из Могилева подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Правда, криминальная схема, по которой мужчина обманывал людей, никак не была связана с его профессиональной деятельностью. Успешным руководителем фермерского хозяйства или владельцем предприятия по производству комбикорма он представлялся лишь для того, чтобы ему верили. Мол, человек – дело и слово. Выяснилось, что подозреваемый просто кидал людей на деньги. Мужчина находил в интернете объявление о продаже автомобилей и предлагал их владельцам купить машину в рассрочку. По принципу «вы мне авто, а я вам деньги» равными долями в течение нескольких месяцев. И многие ему поверили. Преступную деятельность мошенника пресекли сотрудники 11-го управления, Главного управления по мере с организованной преступностью и коррупцией МВД. Под предлогом покупки автомобиля в рассрочку обманным путем завладевал дорогостоящими автомобилями жителей Республики Беларусь. Если продавцы машин предлагали подозреваемому заключить кредитное или лидинговое соглашение, тот отказывался и говорил, что такой вариант для него невыгоден. Чтобы убедить владельцев автомобилей в своей добропорядочности, мужчина соглашался заверять договоры у нотариуса и предоставлял расписки. Но когда приходило время платить, он просил потерпевших перенести срок, ссылаясь на тяжелое материальное положение. В итоге общая сумма долга перед продавцами достигла 150 тысяч рублей. Большинству из них он возвращал не более 10% от стоимости автомобиля. Следственным управлением УСК по Могилевской области в отношении данного гражданина по заявлениям двух потерпевших возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь. Мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Известно, что задержали подозреваемого за рулем в состоянии опьянения. Оперативники нашли у него таблетки и направили их на экспертизу. Предполагает, что препарат может оказаться особо опасным психотропом. Ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Теперь он снова заключен под стражу, на этот раз за махинации в сфере автобизнеса. Сейчас оперативники устанавливают иные факты преступной деятельности задержанного. Если и вы, или ваши знакомые также стали жертвами мужчины на фото или владеете информацией, о его причастности к преступлениям сообщите по телефону, указанному на экране. Продолжение следует...